Чем христианство лучше язычества и почему князь Владимир захотел христианизировать Русь? Мы послушали вебинар для школьников «Все о церкви для ЕГЭ». Вебинар на тему «Все о церкви для ЕГЭ». А цель наша на сегодня это разобрать практически все ЕГЭшные явления, которые связаны с церковью. И слегка офигели от того, как нашим школьникам объясняют, чем христианство лучше язычества и почему князь Владимир захотел христианизировать Русь. Сначала говорится о том, что славяне были язычники. Сохранилось множество языческих традиций, которые существуют вместе с христианскими. Все верно. Восточные славяне были язычниками. Я думаю, что это все знают. До сих пор у нас остается довольно много языческих традиций. Например, праздники Масленицы, праздники Ивана Купала, традиции прыгать через костер и прочее. Все это очень тесно переплелось с христианскими традициями. Пока все верно, но потом начинается какое-то лютое мракобесие. К сожалению, до наших дней не дошли какие-то идолы, какие-то подтверждения язычества. А вот это уже неправда. Есть такая наука по имени археология, которая изучает прошлое человечество по вещественным признакам. И археология как раз обнаруживает, что артефакты христианской и языческой культуры находятся рядом. В том числе в одном жилище, в одном могильнике и даже на одних предметах быта. И это как раз и говорит, что христианская и языческая религия гармонично сосуществовала на протяжении многих веков. Пой до наших дней. К слову, чтобы в одном жилище были артефакты, касающиеся воина и земледельца, такое археологи не находят. И это опровергает псевдопатриотический миф, что когда нападали враги, то русичи откладывали в сторону плуг, брали в руки меч и шли на защиту Отечества. На защиту Отечества в феодальном строе в эпоху феодальной раздробленности. Во как круто, а? А зачем это надо земледельцу? Ему пофиг, кому дать платить. А мне пофиг. Почему? Потому что когда было принято христианство, все это разрушалось. Ну, просто включите логику и остаточный разум. Если христиане разрушили языческую культуру, то откуда до наших пор сохранившиеся языческие традиции, а? Вот, например, жили на какой-то территории неандертальцы или кроманьонцы, у которых была древняя традиция есть себе подобных, и кидать камни в череп мамонта. В какой-то момент их не стало, или они эволюционировали вместе со своими традициями. И на этом древняя традиция окончилась, и больше никто не ест людей и не кидает камни в череп мамонта. Христиане могли разрушить языческое капище и на этом месте построить храм. А для человека того времени это выглядело, как перестройка святилища с чего-то маленького и примитивного на что-то большое и крутое. Довольно часто во время ремонта фундамента храма обнаруживают более древний культурный слой, характерный для языческого капища. Вот что говорит наука на эту тему. А по-моему, эта учительница не понимает, что язычество – это не только идолы Перуна и Виллиса, а целая религиозная система с кучей обрядов и традиций, предназначенных для взаимодействия со сверхъестественными сущностями, духами предков, олицетворениями природных стихий, которые могут помогать или мешать быту. А она не понимает, потому что учебник ей не объясняет. Языческую религию и языческую культуру у славян никто не разрушал и ничем не заменял по причине невозможности и ненужности этого делать. Существующим языческим обрядом давали новый христианский смысл. Например, блин на масленицу – это был символ солнца, круглого, потому что масленица – это встреча весны. Выдали блину новый смысл – подготовка к посту. Пост, кстати, это рациональное ведение хозяйства в то время было. Тоже очень прогрессивно. Но символом солнца круглый блин от этого быть не перестал, и масленица не перестала быть встреча весны. Есть, правда, языческие письменные источники о том, как христиане скинули языческий идол в реку, а заодно и вместе со служителями этого идола. Вот столько это было сделано исключительно потому, что по древней традиции, существующей с каменного века, люди воюют друг с другом за власть и за ресурсы. Просто в условиях феодальной раздробленности несколько феодалов-христиан объединились и разбили феодалов-язычников, а потом продолжили воевать друг с другом, о чем тоже есть полно письменных источников. Там не то, что христианин против христианина, там брат воюет с братом. Что это такое? У язычников, кстати, тоже было брат на брата, но у язычников все было человеческое жертвоприношение, например, или помочь вдове отправиться следом за мужем в мир мертвых. Тоже было у язычников. Все это разрушалось, потому что нужно было как-то заставить людей поверить в нового бога, поверить в то... Поверить в нового бога ничего не изменит в ситуации, когда богов много. Была задача не навязать в нового бога, а установить новую религию. Напоминаю, религия это мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. То есть, не Иисус, Христос и святые вместо перуна и компании, а христианство вместо язычества, а точнее даже прям поверх язычества. А христианство от язычества отличается не только тем, что в христианстве один бог, а в язычестве много богов. Для обывателя нет особой разницы. Бог Перун или святой Илья Пророк. Обывателю глубоко пофиг. А мне пофиг. Принципиальное различие христианства от язычества в том, что язычество возникает само по себе. На основании наблюдений, совпадений, суеверий, умозаключений, рассказов предков и при недостатке знаний. А христианству надо учиться по книгам. Следовательно, эти книги надо иметь в достаточном количестве. Их надо уметь читать. Книги стоят безумно дорого. Их надо где-то хранить. Причем желательно так, чтобы не украли и чтобы они не пропали, не отсырели. Желательно еще эти книги написать для себя на понятном языке. Поэтому для установления христианства у славян надо было установить огромную сложную административную систему по имени ЦЕРКАВЬ. И в эту всю новую систему верований и ценностей. Именно ЦЕРКАВЬ через свою научную и образовательную деятельность и осуществляет, чтобы вся эта новая христианская система верований и ценностей существовала. Если просто покрестить людей и забыть, то ничего не изменится. Подумаешь, очередной религиозный обряд. Если пришел проповедник какой-то и что-то рассказал, то тоже ничего не изменится. Ну подумаешь, кто-то что-то сказал, а мне пофиг. А мне пофиг. Язычество естественно, а христианству надо учиться по книгам. А книги дорогое и наукоемкое удовольствие. Как раз реформы славянской письменности от Кирилла и Мефодия нужны были, чтобы переводить богослужебные книги на понятный населению язык. А заодно и реформировать этот язык. Потому что в древнем славянском языке не было многих полезных терминов. Которые обозначают некоторые религиозные понятия, которые есть в христианстве, но нет в язычестве. А также некоторые понятия, которые есть в государстве типа империя, от государства, которое состоит из раздробленных феодалов. А теперь вопрос на засыпку. Почему-то князя Владимира за тысячу лет никто не крестил славян. Хотя с Византией были активные деловые отношения и проповедников хватало. Пишите ваши версии в комментариях. Подсказываю, всякая идеологическая надстройка, которой является религия, опирается всегда на материальном базисе. Ищите материальные причины того, что невозможно было установить церковь христианскую до князя Владимира. Мы знаем про крещение Руси, но мало кто знает про религиозную реформу. И что религиозная реформа – это не равно крещение Руси. Кстати, меня порадовало, что не забыто и то, что князь Владимир пытался реформировать язычество. Но у него как-то ничего не получилось. Я даже догадываюсь, почему не получилось. У него не было образца для подражания в виде крупного государства с языческой религиозной инфраструктурой, как, например, в Римской империи. Принципиально важно понять, для общественно-политической деятельности важна не религия, как мировоззрение, основанная на вере в сверхъестественное, а религиозная организация, то есть церковь. Правителю пофиг, кто во что верит. Но ему не пофиг на феодальную раздробленность, при которой каждому князю пофиг на то, что происходит за пределами его княжества. Крещение Руси – это введение в Киевской Руси христианства как государственной религии. Это подразумевает создание государственного института по имени церковь. Перед этим была безуспешная попытка создать такой государственный институт на основе имеющегося язычества. У Владимира был запрос в том, чтобы создать сильное централизованное государство. Для создания сильного централизованного государства нужно, чтобы каждому отдельному разрозненному племенному союзу было выгодно быть в составе государства. Для этого нужно, чтобы государство не только собирало дань, но и что-то полезное взамен давало. Были объединены, ну да, как бы они платят дань Киеву, они экономически зависимы от Киева. Ну опять непонимание феодального строя. Каждый феодал экономически независим. На его землях крестьяне и ремесленники производят все, что нужно в этих землях. Сам феодал – это военная аристократия. У него монополия на власть. Он – военная сила, которая наводит порядок в этих землях. Другими словами, феодал на своей земле сидит на пуфике. Ему пофиг на все, что творится за пределами его владения. И задача объединителя разрозненных феодалов – это дать возможность улучшить качество пуфика под собой, а взамен феодалу предложить, чтобы ему было чуть-чуть меньше пофиг на то, что делается за его землями. И массовое строительство храмов – это же развитие ремесел, и развитие науки, и образования. Но самое главное – церковь, и это зародыш банковской системы. Там золотой запас хранится. Монастырь – это крепость, попутно крупное феодальное хозяйство, в котором можно еще заниматься интеллектуальным трудом. Предметы культа церковные – это золотой запас. Всегда можно в монеты переплавить. Вокруг всего этого золотого запаса сам Бог велел строить крепость, развивать всякую инфраструктуру, чтобы эти деньги вкладывать в бизнес, чтобы давать от имени церкви разные кредиты. Так что единая церковь во времена феодальной разгробленности – это те самые скрепы, о которых говорят современные патриоты. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Милохердия, сочувствие, сострадание друг к другу. Только современные патриоты забывают упомянуть, что церковь как скрепы – это только про феодальному обществе. Капиталистическое общество более сложное. И то, чем раньше занималась церковь, в капиталистическом обществе занимаются другими – государственные институты. То, зачем вы сейчас приходите в МФЦ, раньше выполняла церковь. Церковь тогда была и ЗАГС, и похоронная контора, и паспортный стол, и микрокредитная организация, и нотариальная контора. Ну, в общем, все вместе. Заставил, попытался заставить всех остальных славян подчиняться этим богам. Опять непонимание языческого общества. В языческой империи объединяющим является культ верховного правителя. Ну и какой-то князь Владимир, ну никак не тянет на роль божества на славянской земле. Потому что в своих землях он может быть и бог, но соседним вольным феодалам на этого Владимира, ну так пофиг. А мне пофиг. Они каждый считают себя равным ему. И справедливо считают. А христианская церковь сама по себе функционирует как империя. И мудрость князя Владимира и его сына Ярослава Мудрого в том, чтобы в эту систему встроиться с выгодой для себя. И, используя эту систему, строить сильное многонациональное государство. Вы, допустим, любите баранки, а вам приносят чизкейк. А чизкейк вам не нравится. Вам нравятся баранки. Еще одно непонимание древнего общества. Там не было нравится-не нравится. Это только в нашем зажравшемся обществе. Так бывает. Когда можно выбрать подсластитель. Типа русская православная церковь достала агрессивным навязыванием самой себя. Ну так я уйду в пастафарианство или родноверы или в атеисты. И пофиг. А мне пофиг. А в те времена религия это важный общественно-политический инструмент. И побеждает то общество, у которого этот инструмент совершеннее. Но еще им надо уметь пользоваться. И согласитесь, продать идею о том, что чизкейк лучше баранок, гораздо сложнее, чем продать идею о том, что брокколи это лучше баранок. Продать идею это в современном капиталистическом обществе так работает. А в феодальном совсем не так. Ты ешь то, что ели твои предки. Если ты ешь баранки, а соседи едят что-то более полезное, то они будут сильнее тебя и съедят тебя. Поэтому сменить пищевое поведение это вопрос выживания. А чтобы сменить пищевое поведение, как ни странно, надо сначала начать производить эту новую пищу. А твои повара умеют производить только баранки. И что делать? А меня порадовал акцент на легенде о том, как князь Владимир выбирал христианство. Есть легенда о принятии о том, как Владимир выбирал христианство. Что он своих послов послал в разные стороны. Лучше такое в причинах принятия христианства, причинах принятия христианства именно по восточному образцу не писать. Почему? Потому что это легенда. Это легенда. Это не факты. В условиях, когда эта легенда звучит из каждого православного утюга, а эти православные утюги уже вещают и в школе, и радует, что наша система образования учится отвечать светом науки на тьму мракобесия. Итого, христианство возможно только при наличии в государстве мощного иерархического общественного образования по имени церковь, которая не только поддерживает существование христианства, но и полезна для государства, для объединения разных мелких феодалов. Без церкви христианство довольно быстро вернется в язычество. Это как если людей перестать учить, читать, писать, они перестанут уметь читать и писать. Христианство возможно при условии постоянного обучения. Общественные механизмы, существующие в церкви, были успешно использованы для объединения независимых феодалов в крупное государство. Собственно, отсюда и появилось понятие церковь как скрепы. Но по мере развития общества развиваются и механизмы управления этим обществом. И на основе церкви создаются современные социальные институты. И церковь со временем теряет общественное значение. И уже потом занимается только религией. Для чего она изначально и была создана. А по мере развития науки, религия постепенно вытесняется из разных областей общества. Потому что тоже не справляется религия там, где действует наука. И это произошло не по причине того, что к власти пришли темные силы, а потому что общество стало более сложным. И церковь и религия перестали справляться с общественными задачами. Во времена князя Владимира, христианство и церковь, это было очень эффективно и прогрессивно. А сейчас религия, это личное хобби человека. Ну и в заключении сравним христианство и язычество применительно к конкретному индивидуальному человеку. Во времена князя Владимира, христианин сохранял все черты язычника. Ну, немножко еще добавлялось христианской культуры и христианских верований. Но польза была в том, что над ним была церковь, которая пресекала наиболее экстремальные проявления язычества. Такие как человеческие жертвоприношения, такие как помочь вдове отправиться в мир мертвых за своим мужем, или пойти кого-то бить за то, что тот якобы прогневал сверхъестественные силы. Домовенка не покормил, зайдя в гости. Значит, надо набить морду. В средневековье вся цивилизация основана вокруг христианской церкви. Язычники, какие были, оставались, это отсталые дикари. В современном обществе свобода совести и свобода вероисповедания, а также много разной литературы. В интернете много разного аудио и видеоконтента на тему христианства и язычества. Выбирай то, что больше нравится. И поэтому в современном обществе христианство и язычество, они равнозначные увлечения, которые могут быть как вредными, если провоцируют агрессию или мракобесие, или полезными, если провоцируют здоровый образ жизни и изучение науки и культуры. Пишите в комментариях, какие вопросы взаимоотношения христианства и язычества нам разобрать. А также давайте ссылки на образовательный контент, в котором поднимается тема христианства и язычества. Если вы хотите, чтобы мы прокомментировали его как независимые блогеры с богословским образованием и с интересом к науке и научпопу, это наше мнение. Наше мнение будет отличаться от того, что говорят учителя, которые действуют по своей программе, и священники, которые подчиняются своему начальству. Ну и слегка мракобесит, чтобы на мракобесии подзаработать. Ну и благодарим за донаты. Нам зарплату не платит ни Министерство образования, ни Церковь, потому что мы независимые блогеры. И вся надежда только на наших любимых зрителей.